Добрый вечер. Это программа «После новостей». Меня зовут Виталий Поляков. Сегодня на связи со студией «Москва». Наш гость – географ, экономист, доктор наук, профессор Московского государственного университета Наталья Васильевна Зубаревич. И поговорим сегодня об экономике, о всех последних событиях и о том, как эти события влияют на нашу жизнь, на жизнь нашего региона. Наталья Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Наталья Васильевна, предлагаю начать с частичной мобилизации. Как она влияет на экономику, в том числе на экономику Красноярского края? Вы торопитесь, простите уж, пожалуйста, но вы торопитесь. Как конкретно? Это мы будем видеть через месяц-два, когда будет выполнен план этой мобилизации. Мы примерно будем представлять, кого вы все-таки взяли. Но в общих чертах понятно. Первое, кто пострадает, это средне-малый бизнес, особенно малый, где людей немного. Если забирают либо собственника, либо ключевых работников, то этот бизнес просто загнется. А им никаких особых привилегий, или как это назвать, точно не будет, они не лоббисты. Понятно, что будет больше брать из периферии. Простите, меня слышно? Да-да, все хорошо, я хорошо вас слышу. Понятно, что будут брать больше из периферии, из сел, из малых городов, где мужчин и так немного, а уж в русских деревнях там в основном бабушки. И тут, наверное, будут брать тех, но это не про Красноярский край, кто занят в агросекторе. Вообще у нас в агросекторе, если вы не знали, структура занятости очень мужская. Там порядка 70% занятых, даже, может, больше, мужчины. То есть будут брать дееспособных мужиков, которые работают в сельском хозяйстве. Но этот результат мы увидим в следующем году, когда посевная начнется. Дальше, стройка. Конечно, там тоже мужская занятость. Больше 80% мужчин среди занятых в строительстве. А это означает, что будут останавливаться какие-то объекты. Уже понятно, что наносится серьезный удар по строительству восточного полигона, который надо ускорять, потому что все больше грузов идет на восток. А оттуда уже начали забирать это все профессионалы, не таких уже берут, кто рельс кладет, а тех, кто с техникой работает. Их найти замену, переучить быстро точно не получится. Ну, вот это я называю как бы притирку первые абсолютно понятные результаты. А дальше будем смотреть, будем смотреть. Да, но вот у нас есть такая авиакомпания государственная, Красноярская, Красавия. И источники там сообщают, что около половины сотрудников, они попадают под критерии вот этой мобилизации. И говорят, что если их заберут, если их призовут, то работа компании просто встанет. Я знаю, спасибо. Я забыла про эту отрасль. Потому что действительно 50-80% летного состава соответствует критериям мобилизации. Либо военное летное училище за плечами, либо была, конечно, в гражданском училище подготовка. Плюс авиадиспетчеры. Ну, это просто уже такая сразу понятная проблема. Ее все уже обмусолили. Но там два фактора. Первый фактор. Самолетов будет уже меньше, и летчиков нужно меньше. Часть уже потихоньку выдавливают из отрасли. Их защищать точно не будут. Ну, а те, кто будет оставаться, я думаю, профсоюз летный и Минтранс будут стараться ввести их в какие-то списки неподлежащих мобилизации. А те, кто будет терять работу, да, у них риски повышенные. За штат же выводят компании, и летчиков, и стюардов, и стюардесс. Потому что столько не надо. Тут да. Наталья Васильевна, вот особенностью нашей экономики и до мобилизации было то, что крайне не хватало нам сотрудников, рабочих рук, в том числе высококвалифицированных. Вот как будет сейчас, когда на гражданке, если так можно сказать, будет еще меньше рабочих? А смотрите, что происходит. Продолжает сжиматься экономика. Падение-то не остановилось, оно просто медленно. И сжимается рынок труда. Кто-то горько пошутил из моих коллег, ну вот новый баланс будет. Меньше нужно занятых, и, соответственно, меньше их на рынке будет, то же часть заберут. Но, скорее всего, дефициты будут в тех отраслях, где они и так были. Потому что остро не хватает работников на промышленных предприятиях, ну кроме добычи нефтегаза. А вот таких, где зарплата не очень, там действительно остро не хватает работников. На стройке их очень сильно не хватает. Но здесь просто дыра будет еще больше. Вот частичная мобилизация, она уже породила и параллельный процесс, это отток мужчин призывного возраста за рубеж. Вот если совсем говорить цинично, то насколько вот эти уехавшие люди, они ценны для экономики нашей? Цинично можно говорить как угодно, а по жизни это лучший человеческий капитал. Уезжают же жители крупных городов. Слушайте, ну не думаю, что у вас там кто-то голопом побежал из небольшого районного центра. Если поехали, то из Красноярска. Потому что это образованное городское население, которое неплохо зарабатывает в целом, которое ценит свою жизнь. А когда гребут, то легче и проще грести с периферии, где люди покорны, где и так зарплаты толком нет, а тут такие фантастические деньги обещают. Там идут, там идут. И да и цена человеческой жизни там невысока, скажем прямо. Если говорить о цифрах, я вот тут спорила в одном интервью, потому что Форбс выкатил 700 тысяч уехавших. Ну я очень слабо в это верю, потому что это очень много. По оценкам моих коллег уже в который раз, повторяю, миграционщиков, которые ведут эту статистику год от года и знают, как с ней работать. В ту первую волну примерно 150 тысяч уехало весеннего, конца февраля-марта. И они смогли посчитать эти цифры более-менее по статистике принимающих стран где-то летом. И летом об этом сказали. Вот первая статистика по отъездам внутри России, которая есть в России у погранслужбы, она вообще появится только в ноябре. Поэтому сейчас все это такие вот расчеты, основанные на очень неточных и приблизительных данных. Но то, что вторая волна больше первой, это безусловно. Это безусловно. Ну я вот пока для себя внутренне ориентируюсь где-то на 300 тысяч. Ну потому что 700 это уже как-то, знаете, я тут посчитала, не поленилась. Давайте вместе арифметикой займемся. У нас мужчин в возрасте от 20 до 40 лет 20 миллионов. Побежали из крупных городов. Доля населения крупнейших городов, миллионников и полумиллионников суммарно треть от всего населения страны. Давайте грубо, от 20 миллионов мужчин посчитаем треть. Ну это где-то будет 7 миллионов. Это прикидка, в крупных городах молодых мужчин больше, я все понимаю. Ну грубо, 7-8 миллионов. И когда говорят, что уехало 700 тысяч, слушайте, что каждый десятый мужчина уехал из крупного города. Нет, конечно. Ну вот и все, вот и все. Поэтому в цифру 300 тысяч, предполагаю, что она близка к реальности. А вот такие вот шапкозакидательские пугалки, ну мне кажутся не очень адекватные. Но уехало много, и это самое образованное. То есть стало быть самое квалифицированное. Население мы потеряли очень значимый кусок человеческого капитала. И получается, что количественно эти потери будут среди мобилизованных. А, соответственно, если мы берем именно качество, то это, конечно, уехавшее крупное городское население. С учетом дикой дыры, демографической пирамиды, в возрастах мужчин сейчас 20-29 лет, там вообще на четверть меньше это поколение. А мы еще и добавили. Вот такая история. Вот сейчас некоторые регионы делают единовременные выплаты тем, кого призвали. У нас в Красноярском крае это 100 тысяч рублей, в других регионах это дают барана, где-то уголь. В некоторых регионах ничего не дают, зависит от экономики, от бюджета. Но вот разве это справедливо? Не считаете ли, что федерация должна как-то на себя взять вот эти единовременные выплаты и из бюджета федерального делать их? Погодите, ну вы же передеркиваетесь. Эти люди, попав в армию, получают зарплату размера контрактника. Это общегосударственная, одинаковая политика. А кроме того, каждый регион дополнительно, в меру своих возможностей, тоже хочет что-то. Хочет или может, а может и не может им дать. Это же дополнительно. Это добрая воля региона, и если у него есть возможности, ну да, хорошо. Наталья Васильевна, а что сейчас с бюджетными делами, федеральный бюджет, региональные бюджеты? Финансовые власти говорили, что по итогам года дефицит бюджета будет примерно полтора процента. Уже два. Потому что сейчас нарастает дефицит. Наш федеральный бюджет стал дефицитным только в сентябре. А сейчас этот дефицит будет нарастать. Потому что весной нам очень помогла огромная подушка дополнительная нефтегазовых доходов. Цены взлетели, объемы экспорта так не падали сильно, а сейчас вообще почти восстановились. Но я имею в виду нефть, это главная кормилица. Соответственно, вот сейчас начал подрастать импорт, потому что он рушился вдвое. А сейчас все-таки не на 50%, а на 30 где-то он упал. То есть после адского падения весной он подрос. И, соответственно, вряд ли будут расти доходы от нефтегазового экспорта. Хотя мы ничего не понимаем. Вот сейчас опять ОПЕК плюс сказал, что они сокращают объем добычи. Это значит, цены опять будут расти. Поэтому тут гадание на кофейной гуще. Но вот при тех ценах, которые были, предполагалось, что будет примерно дефицит 2% ВВП. Но это где-то 2,5 триллиона рублей, знаете, не смертельно. Бывало и ху. Да, но финансисты считают, что вот такая ситуация может привести к тому, что власти включат печатный станок. Ну, во-первых, в работе будет часть фонда на сблагосостояние. Там 8 триллионов живых, понятных денег. Второе. Минфин уже сказал о росте внутренних заимствований. Это будет на триллион примерно. И третье. Никто не понимает, что будет с нефтегазовыми доходами. Будь печатный станок включать, когда у вас и так инфляцию надо гасить. Ну, пожалуйста, не обижайте руководство Центробанка. Там вообще-то квалифицированные люди сидят. Будут какие-то, может, объемы подпечатываться, но по минимуму абсолютно, чтобы не влияло на инфляцию. Есть другие резервы. Но если говорить про нефтянку, насколько я понимаю, что объемы экспорта из страны упали, как это может повлиять на экономику? Не сильно. Они упали. Но значимая часть европейского экспорта пока удалось переориентировать на азиатские рынки. Но это мы с вами говорим про нефть. С газом все понятно. На четверть падения добычи будет к концу года железная. Сейчас пока поменьше. А уж экспорт уже упал более... Ну, на Европу так он больше, чем в два раза упал. А в целом, ну, где-то точно процентов на 30. Я боюсь соврать по цифрам. Я нефтегазовый аналитик. Но порядок понятен, что газовая отрасль будет непрерывно сжиматься, потому что вывозить особо некуда. По трубе гнали. А теперь эту трубу российская сторона, в общем, в основном перекрывает. По нефти много вопросов. Но то, что вот по последним прогнозам, как я вижу, даже нет больших ожиданий, что сильно просядет добыча нефти. Вот только что читала прогнозы аналитиков нефтегазового рынка. Они говорят на 1-2-3 процента. Но это ни о чем. В прошлом году, когда была сделка ОПЕК ковидного года, проседали чуть ли не 13-15 процентов. Поэтому пока нефтянка... Давайте так, это сюжет не 22-го года. Давайте вот на этом остановимся. Не 22-го года. Наталья Васильевна, здесь я вынужден прервать наш разговор, потому что время программы истекает. Предлагаю продолжить нашу беседу завтра и обсудить, что у нас конкретно с алюминиевой промышленностью, с угольной, что с нашим северным промышленным гигантом норильским никелем. Ну и вообще, что с доходами людей будет. Спасибо, что сегодня уделили нам время. Всего доброго. До свидания. Ну и напомню, сегодня героем нашей программы была Наталья Васильевна Зубаревич, доктор наук, профессор Московского государственного университета. Спасибо, что были с нами. Завтра эту беседу обязательно продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин